На день открытых дверей может попасть каждый желающий, кто интересуется службой в госавтоинспекции. Чтобы рассказать о службе не только на словах, но и показать действующие автомобили и патрульные мотоциклы, гостей пригласили в гараж. Здесь любой может почувствовать себя настоящим инспектором ДПС, посидеть за рулем и даже воспользоваться специальным оборудованием. Прижмитесь к обочине. Екатерина Карпенко, Новосибирские новости. А этот спортивный зал предназначен специально для сотрудников госавтоинспекции. Тут можно улучшить свою физическую подготовку, заниматься единоборствами или просто отдохнуть и поиграть в настольный теннис. Каждый сотрудник также имеет доступ к тренажерному залу. Посещать он выможет в выходные дни и в обеденный перерыв. А вот на этом столе представлено спецоборудование или, так сказать, набор каждого сотрудника госавтоинспекции. Это всем известный электрошокер. А вот недопустимые цифры на этом приборе могут лишить водителя прав, а также добавить ему серьезный штраф. Это алкотестер. Руководитель не сидел в этом помещении самый главный. Для того, чтобы устроиться молодому человеку, прежде всего необходимо закончить 11 классов, послужить в рядах российской армии. И милости просим. Ну и, соответственно, иметь отличное здоровье, позволяющее нести службу. Стажер получает у нас зарплату до 30 тысяч. Сотрудник, который имеет первоначальное образование специальное, профессиональное, либо высшее образование, будучи младшим лейтенантом, либо лейтенантом, они зарплату имеют порядка 40 тысяч 50 тысяч. В зависимости от срока выслуги заработная плата начинает расти. Но надо учитывать еще премии. По итогу, если арифметически почитать, порядка 60 тысяч заработная плата в месяц получается у сотрудника. А для тех, кто не успел попасть на день открытых дверей, госавтоинспекции напоминают, что они могут провести экскурсию для групп, если вы позвоните и хорошо попросите их об этом. Продолжение следует...